Это телерадиоканал Страна ФМ, в студии по-прежнему Влад Кутузов, Валерия Майорова и у нас сегодня в гостях потрясающий, талантливый, молодой, амбициозный Даниил Данилевский. Доброе утро! Всем привет, друзья! Доброе утро! Певец, автор песен, актер, участник телешоу «Новая фабрика звезд» прошлого 2017 года. Все правильно? Да. Вот скажи нам сразу, кем ты себя больше ощущаешь? Певцом, автором песен, актером или участником фабрики звезд? Ну, точно не участником, слава богу, уже это пройденный этап абсолютно, наверное, больше автором песен, но мне так хочется думать. Вот автор песен — это какое-то самое приятное такое звание, мне кажется. Слушай, ну ты сказал, слава богу, про фабрик, мы можем о ней поговорить же, да? Конечно, да. Слава богу, в смысле, зря я туда сходил или наконец-то все это закончилось уже, я больше этого не хочу? Не, ни в коем случае не зря, это потрясающий этап, без которого не было много-много-много каких-то эмоций, которые я пережил, и много этапов, вот, но очень круто, что перелистнулась какая-то страничка, начался новый какой-то уровень, новое время, новый этап, вот, и просто все это прошло, и хорошо, что было. Слушай, ну все-таки скажи, Лера, извини, пожалуйста, скажи конкретно, появилось ли у тебя сейчас то, чего не было до фабрики? Вот что она тебе дала конкретно? Безусловно, появилось, у меня, меня окружает команда творческая, с которой мы творим, работаем, сотрудничаем, и, собственно, это была моя главная цель после проекта, я четко это понимал, то есть, ты в режиме какого-то невероятного стресса переживаешь очень быстрые какие-то изменения, то есть, ты максимально быстро учишься привыкать к новым обстоятельствам, вот, и, действительно, как бы мои какие-то, не знаю, розовые очки были разбиты во время проекта, новые выросли уже, только теперь железобетонные, но теперь, как бы, присутствует понимание дела, что тебе действительно нужно для реализации своих каких-то целей и планов. Ну, короче, тебе ничего не страшно. Подожди, ну что, значит, ничего не страшно, сейчас я тебя напугаю, подожди, вот ты творческая личность, да, у тебя ранимая душа, а все равно, получается, любые конкурсы, да, в принципе, даже вот представление себя в интернете, представление своего творчества связано с критикой, связано с тем, что тебя оценивают, как ты к этому относишься, как-то ты раним на эту тему, или я думаю ты, ну, их? Ну, вот, как раз это относится к закалке на проекте «Новой фабрикой звезд», там были моменты, действительно, когда опускаются руки из-за каких-то депрессий и прочего-прочего-прочего, но это, у меня это было на проекте не, скажем так, не из-за критики какой-то со стороны, потому что со стороны публики, ну, как-то, я не знаю, так получилось, что публика была теплая. Ты любимчик ты был? Ну, да, было неплохо в этом плане. Одиновашка, потому что. Вот, но при этом были очень сложные взаимоотношения с командой, просто вот какие-то такие вещи, плюс ты впервые начинаешь работать с профессионалами, которые требуют, 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 и ты, действительно, в какой-то момент перестаешь трезво оценивать свои возможности, ты постоянно себя с кем-то сравниваешь, с другими участниками команды, и это, конечно, очень тяжело. То есть, ну, фабрика, в принципе, вот еще с того самого старого формата предполагает некое, там, давление соперничества, конкуренция. Да, да, вот это было тяжело, но это как раз вот то, что подготавливает к тебя к выходу и дает такую закалочку. Слушай, ну, знаешь, есть люди, которые приходят и говорят, ой, мы там были как семья, мы там ми-ми-ми, такие все друзья. У тебя вот есть какие-то люди, которые все-таки вот теперь с тобой дружат, да, ты с ними остался в таких дружеских отношениях, а есть ли люди, которые ты прямо вот на другую сторону улицы перейдешь? А, есть. Ну, а кто это оставим, так сказать, в тайне? Да. Сегодня, между прочим, Даниил пришел к нам не с пустыми руками, у него будет премьера песни. Песни, пули, ну, у нас, будем говорить, премьера, да, на самом деле? Да, это наша премьера сегодня. Ты же ее презентуешь сегодня официально здесь, на стране ФМ. Да, ну, кстати, вот мы с тобой знакомы 10 минут, я не могу сказать, что ты похож на человека, который склонен к депрессиям. Это наша работа. Вот так вот, Владислав. Друзья, давайте прервемся 4 минуточки, ну, примерно, и мы снова продолжим это страна ФМ. Доброе утро. Даниил Данилевский у нас в гостях. Доброе утро еще раз. Доброе. Продолжаем нашу потрясающую беседу. А я сейчас вот потрясающий вопрос задам. Ты знаешь, приходят очень многие люди творческие, они пробуют себя, конечно, и как музыканты, и как актеры. Лера, секундочку, прости, пожалуйста, не забудьте, я хотел сказать, что если у вас есть Даниилу вопросы, плюс 7, 909, 928, 1, 89, 9, это WhatsApp и Viber, пишите прямо сейчас. Ты знаешь, у меня новый вопрос к тебе привезет, а тебе не кажется, что он меня перебивает? А тебе не кажется, что кто-то из нас слишком много говорит сегодня? Я вообще молчу, ты мне не даешь слова сказать. Прошу вас, Валерий. Сейчас ты подерешься, ты знаешь, руками-то тут не маши. Значит, вопрос в следующем. И люди говорят, что рано или поздно приходится сталкиваться с выбором, да, то выбирать либо актерскую профессию, либо все-таки музыкальную. У тебя как? Этот выбор еще не настал? И если вдруг он настанет, как ты думаешь, в какую сторону ты свернешь? Ну, если выбирать, если прямо вот меня поставят, не знаю, на весы и пригрозят водным пистолетом, наверное, я выберу, естественно, музыку. Это то, что мне близко. Это то, с чего все началось. Актерская сфера — это, собственно, способ себя, наверное, как-то в творчестве не ограничивать. Потому что мне кажется, что творчество 21 века — это вот творческий человек 21 века — это человек, который, ну, в какой-то степени не может тебе сказать «нет». Вот когда тебе там говорят «попробуй себя телеведущим», ну, что значит «ты вот певец» и сказал «нет»? Это как? То есть выйти на сцену... Ты будешь говорить, ты нет, это действительно... Ну, да, то есть ты выходишь на сцену, значит, ты можешь что-то говорить публике, значит, тебе есть что сказать. Почему ты себя не хочешь попробовать там в актерской сфере или в роли телеведущего? В конце концов, намного хуже, когда телеведущего просят спеть. Это уже другое... Мы просто тут практикуем, у нас... А вдруг получится, ну, как бы... Обычно не получается, ты знаешь, мы пытаемся тут изо всех сил. Слушай, еще хотела я тебе задать вопрос вот по поводу именно твоего становления. Ты же вообще такой очень всесторонне развитый парень. То есть ты там и говоришь на скольких языках? Ну, я учил испанский английский язык, да, это как бы... Ну, скажи чуть-чуть по-испански, ну-ка. Вот встретишь ты, я не знаю, как его, который муж Курниковый, что бы ты ему сказал? Да, доброе утро просто. Да, доброе утро. Гутен Морген, это был немецкий, да. Жил свой спайдерман, да, это по-французски. Я не знаю, по-испански, я бы ле испаньол. На самом деле, если как бы читать биографии, там очень много легенд про меня различных. Это как раз связано с актерской, больше с тизей. Подожди, значит, ты конным спортом не занимался? Ты не мишки тёрт? Ну, как раз я про конный спорт хотел сказать. Ну, один раз меня посадили на лошадь в детстве. Вот, тогда я шандарахнулся и выбрал музыку для себя, и как бы... Валерий, короче, я что понял, вот все сутки подготовки к эфиру, значит, зачеркиваю, выкидываю свои вопросы все. Зато сенсация, ты просто человек признал, он там сказал, вы знаете, всё это неправда. Ну, так и начинается всё, на самом деле. Скажи, пожалуйста, у тебя же эстрадный вокал специальности. Да. Ты сейчас учишься ещё или уже закончил? На данный момент, да, я учусь. Вот ты учишься. Вот скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, ну, многие музыканты, в том числе в тренде, кто сейчас находится, у них нет вообще никакого музыкального образования. Мало того, когда у них спрашивают, они говорят, да зачем? Да. Ну, зачем мне это нужно? Мне так всё неплохо получается. И действительно, получается у некоторых неплохо. А вот ты мне скажи, нужно ли музыкальное образование? Вот себе я считаю. Вот я об этом тоже хотел спросить. Обязательно нет. Я считаю, что человек, который считает себя способным писать, должен быть образован в музыкальном плане, естественно, как бы в наше время, тем более во время аранжировок и электронной музыки. Я не знаю, да, действительно много авторов, которые сейчас появляются, но это какая-то, во-первых, очень, ну, прям вот самая последняя тенденция, это прям самые последние дни. И, ну, как бы тут же встаёт вопрос, насколько ты задержишься со своими, там, музыкальными или недостатком музыкального образования. То есть, ну, одну песню ты напишешь, но она попадёт в топ-айтюнс, дальше что? Дальше всё с гастролями, по регионам. Год, да. Ну и всё, да? А вот в творчестве для тебя, что главное, скажи, быть в тренде? Ну, потому что сейчас есть тенденции, да, один что-то новое более-менее придумал, и всё, и вся толпа за нём, да, за ним, и полгода они делают практически то же самое. Нет, я как раз про это и говорю, что всегда, всегда в музыке присутствует база, техника, музыкальность, искренность. Это относится и к стихам, и к музыкальной форме, и к мелодизму какому-то. И вот это как раз то, что не получишь без музыкального образования. Поэтому на первом месяце всегда музыка всё равно. Какие хорошие слова. Подтверждаю, у нас снова небольшой перерыв. Прямо сейчас, друзья, скоро к вам вернёмся. Продолжается наш гостевой эфир на телерадиоканале Страна.ФМ. В гостях у нас Даниил Данилевский. У него огромное количество всяких разных регалий. Он нам признался уже, что не всё, не всё правда, что указано его биографами. Например, с конным спортом. А ты знаешь, вот тут люди прослушали про конный спорт. Кстати, ребят, пожалуйста, подписывайтесь, а то, ну, как вот задавать вопрос, непонятно от кого. Как получилось так, что из спорта, спортивной гимнастики, вы вообще оказались на эстраде? Вот такой вопрос пришёл от абонента, чей номер заканчивается на 6-7-4-1. Отвечайте. Классный вопрос, на самом деле, спасибо большое. Это же нередко история, когда из спорта люди уходят действительно в творчество. Я насколько знаю, что даже Джон Леннон из группы Битлз, он занимался профессионально футболом. И до последнего у него была прямо дилемма профессионально уйти в спорт или же заняться музыкой. Он не знал, что он будет музыкантом. Вот, но у меня немножко другая история. Я не знаю, спортивная гимнастика, да, я посвятил 10 лет жизни действительно этому занятию. 10 лет? 10 лет. Обалдеть, да. То есть ты сальто можешь, вот это вот всё можешь прыгать? Двойное могу, да, заднее могу. Да ты что? Да. Вот. И как бы период спорта, наверное, во мне воспитал какие-то качества, которые мне сейчас действительно реально сильно помогают. Какое-то упорство, вот реально такое железобетонное, вот когда у тебя проблемы, препятствия, но ты их преодолеваешь, несмотря ни на что. Вот. Но, тем не менее, происходит какой-то момент, да, такой, когда ты понимаешь, где тебе приоритетнее, где у тебя больше способностей, может быть, даже каких-то. Вот, просто хотелось найти дело своё, которому ты предрасположен, и это оказалось музыка больше. Слушай, вот мне Кутузов не даст соврать, я всё время всем привожу в пример Пинка, её последнее выступление, где она там гимнастические номера крутит под куполом цирка практически. Да, и поёт живьём, кстати, очень круто. Да, вот ты хочешь такие номера забабахивать, у тебя же всё для этого есть, то есть у тебя есть спортивная подготовка. Ну, я себя сравниваю тогда уже, я не знаю, может быть, с Олегом Газмановым, который на руках стоит на концертах, вот, может быть, мы до этого дойдём. До сих пор, между прочим. Да, да, да. А у нас, кстати, был дуэт с ним на «Новую фабрику звёзд». А что вы пели там? Мы пели песню «Жить так жить» Олега Газманова. Слушай, а давай ещё вообще твои дуэты перечислим. Ты пел ещё с Семенович, с Анной Семенович. С Семенович, да. Как улыбнулся, вспомнил, как это был Семенович. Ну, конечно, я помню это. Я так понимаю, это приятные воспоминания. Это моя первая романтическая история на телевизоре, скажем так. Нет, ну стоять рядом с Анной, это всегда удовольствие, мне кажется. И с Ириной Дубцовой, да, ты тоже выступал? С Ириной Дубцовой мы выступали ещё с ребятами M-Band. Было выступление с Зарой, кстати, очень красивое, финальное, с Меладзе. Вот. Вот такие самые, наверное, громкие. Может быть, ещё что-нибудь вспомню попозже. Слушай, ну здорово, прям так хорошо. Ты успела отметиться. Я тут в контакт зашёл, я хочу немножко... Тут нет, на самом деле, вопросов, но огромное количество реплик. Кристина пишет «Даник» и сердечко красное. Это просто шик какой-то «Дождались чуда». Умница наша, пишет Анютка. Лера пишет «Наша гордость». Наконец-то клип пишут. Ну, у нас просто в анонсе написано, что в ближайшее время планируется клип на песню «Пули». Это же правда? Да, да. А сегодня мы запремьерим, прям вот в нашем эфире, прям вот всё официально споём, станцуем и как получится. Слушай, ну а по поводу клипа, кстати, есть уже какие-то намётки творческие? Что-то мысли какие-то ещё? Есть, но как любое творчество, там идёт какой-то переплёт идей, которые очень хочется совместить, что-то какую-то картинку из этого, ну, общую получить. Но пока это такой, ну, как бы, поскольку есть команда, есть различные мнения, которые пересекаются, которые меняются, есть какие-то додумки. Поэтому это пока вот такое, нужно это ещё привести до конечного вида. Там, скажи, последнее мнение за тобой всегда? Или всё это коллективно решается? Не, не всегда, не всегда. Я скорее, как бы, вот тот человек, который может подкинуть идейку какую-то вот свою, а так это абсолютно командная работа. Так, ещё есть вопрос тут. Даниил, здравствуйте. Какая ваша любимая рок-группа советского времени? Мне кажется, Даниил не помнит рок-группу советского времени. Слушайте, а может, её и нет. Нет, ну, наверное, имеется в виду что-то вроде группы кино, да? Или это постсоветская? Ну, нормально ещё там советская. Нет, советская, конечно, да. Вот, какое-то время я слушал кино, мне нравилось. У них классная музыка есть, правда. Ой, слушайте, а давайте вот эту тему продолжим, она хорошая, мне кажется. Про кино? Нет, 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 скажи, пожалуйста. Ремейки делать будешь? Кто сейчас на нашей сцене у тебя в... В фаворах. Провоцирует восхищение? Провоцирует, да. Вообще, на самом деле, мы заговорили как раз про ребят, которые абсолютно неожиданно появляются там на короткое время в топах. И сейчас я, вот как нормальный абсолютно автор и в то же время меломан, посаживаюсь на какие-то треки авторов, которых я вот даже как бы имена надолго не запомню. Ну, я тебя хорошо понимаю, да. Вот, есть такая история. Есть такая история сейчас в музыкальной сфере. Ну, так, прямо вот из авторов, я не знаю, я слежу за новой школой, я слежу за тем, что делает Федук, даже слежу за тем, что делают ребята из Blackstar, это Миша Марвин, допустим. Это Монатик, да, то есть эта музыкальность какая-то невероятная. Мне нравится даже то, что артист делает на сцене сейчас. То есть Монатик это какие-то невероятные концерты в первую очередь. Ну, Монатик очень крут, да. Да, какие у него клипы танцевальные, вообще мало кто сейчас что-то подобное делает. Ну, и если углубляться, в принципе, туда, на Украину, ближе это Иван Дорн, в том числе. Слушай, вот прям быстренько про танцевальный. Ты скажи, у тебя с хореографией как? Плохо. Плохо. Это сказал человек, который делает двойное сальто назад. Ну, да, нормально все, да, плохо с хореографией. Давайте прервемся ненадолго, друзья, скоро продолжим. Даниил Данилевский у нас в гостях. Огромное количество вопросов, прям шквал. Кстати, 8909-928-1-89-9. Владислав тут уже намекал, что можно не только вопрос задавать, но и восхищаться. Да, да, и в группе ВКонтакте у нас есть тоже пост. Вверху прикреплен, там легко его найдете. Дайте-ка я вот от Анны прочитаю сообщение. Доброе утро. Какими суперспособностями, может быть, какими суперспособностями ты хотел бы обладать? Вот такой вопрос, знаешь, нетривиальный. Ух ты, мне часто, на самом деле, задают именно этот вопрос. Я не знаю, с чем это связано, но я каждый раз отвечаю приблизительно одно и то же, что когда я вот слышу что-то подобное, у меня невероятно разыгрывается воображение, потому что мне кажется, что любая самая простая суперспособность способна человека привести, я не знаю, от Китая до каких-то, не знаю, невероятных высот. Потому что, ну вот, просто человек научился останавливать время, допустим. Вот что можно сделать? Просто представить страшно. Поспать, выспаться. Выспаться, да, правда. Невидимка, мне кажется, что хорошо тоже. Я не знаю, можно просто в магазины ходить по ларькам и тырить мороженое. Это что мороженое? Вот сейчас аккуратнее, сейчас спокойнее. Ты же знаешь, что был скандал, что у Ольги Бузовой картонную выносили, потом в конце концов вот этот вот супермаркет сказал, да забирайте так, можно легально. Правда, что ли? То есть, если бы ты был человеком-невидимкой, ты бы выносил Бузову, правильно? Ну да, да, возможно. Молодец, вот видишь, как хорошо. Я что хочу предложить-то? Мы же все ждем, и все слушатели и зрители ждут песни. Да не только слушатели и зрители были, кто же? Мы скажем, Данил, чтобы он потихонечку перемещался к микрофону, вот туда. Данил, пожалуйста, проходи туда. А мы скажем, еще раз напомним, что вопрос можете задавать по номеру плюс семь девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь, один восемьдесят девять и девять. И группа ВКонтакте. Песня будет называться «Пули». И это, напомним, премьера у нас на телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, если вам понравится эта песня, то обязательно заказывайте ее в программе по заявкам, которая у нас с тринадцати до четырнадцати, с двадцати до двадцати одного. Ну что, все готовы? Если, Данил, ты готов? Ну, тогда поехали, наверное. Поехали. Поехали, смотрим и слушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И мы пропадем в комнатных реверберациях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 что ты так душевно вот взял и написал на самом деле как бы написание песен очень многие вещи могут смотивировать вдохновить это может быть даже не история которая произошла с тобой в реальности это может быть то что пришло тебе в голову пусть каких-то не знаю ассоциаций пасмурной погоды чего угодно может быть даже история друзей вот как бы прояснилось может быть ну да ты собирательный на самом деле образ вот конкретно эта песня вот бывает бывает такие песни когда действительно рассказываешь свою историю а бывают песни которые но действительно навеивают не знаю как какие-то какие-то воспоминания может быть книгу который ты прочел недавно может быть история но вот сейчас огромное количество девчонки так понимаю что причем преимущественно девчонки в том фан-клубе обитают и они все так вот прильнули к приемникам и телевизорам а какая же песня на реальных событиях то какая песня больше про тебя из-за твоего творчества ну вот до выхода пули был в общем сингл безумие вот это как бы авторская песня и вот это вот это наверное то что прямая ассоциация как бы с каким-то жизненными событиями плюс еще готовится выход двух синглов но они пока в разработке это трек белым трек момент и это как бы вот те вещи которые мы планируем а вот смотри сказал песни безумие про тебя на тебя отображает наиболее да вот как то да безумие ты считаешь безумным себя человеком потому что я к чему многие творческие люди говорят я вот я все время опаздываю меня думал бардак я не могу собраться у меня в голове каша но зато и крутой музыкант да в общем то да нет это абсолютно тенденция творческая да я шифруюсь очень просто хорошо это правда да я на самом деле считаю что в каждом человеке в какой-то период или в какой-то степени есть что-то безумное это правда мне кажется каждого из нас посещают иногда такие мысли от которых становится немножко страшно вот за самого себя и свое окружение поэтому безумие не знает а такая песня про отчаяние про резкий эмоциональный всплеск вот так вот безумие это прям там там в припеве по темпу по интонации все понятно в этом плане это там очень хорошо отображено ну-ка скажи вот теперь а где все эти песни найти они там на айтюнсе есть в контакте на ютюбе где да на айтюнсе в контакте в ютюбе в приложении бум везде яндекс музыка можно найти и сингл пули в том числе и безумие и выше только звезды и одна это те синглы которые мы выпускали ранее друзья даниил даниилевский у нас сегодня в гостях а это между прочим еще не все очень скоро мы к вам вернемся актер певец композитор между прочим вот просто очаровашка и телеведущий даниил даниилевский меня глаза уже разбегаются потому что огромное количество вот прям наш отклик пошел дани песни потрясающие твой фан-клуб гордиться тобой мы тебя безумно любим передаем тебе привет и я грудан не а вот как вот вы у тебя поощряют твои фанаты он играть шоколадки носят да это правда огромной-огромной корзины да которые я не съем наверно никогда в жизни но ты можешь как-то перепродавать не темы с тобой в жизни за ним я тоже расстраиваюсь что меня вот шоколадом никто не закармливает может быть просто мы с тобой так скажем не фигуристые люди нас жалеют а да не форме и поэтому я вот о чем хотелось я все про музыку хочу поспрашивать тебя говорили уже о наших исполнителях ну кто тебе интересен да кого ты считаешь такой величиной заслуживающего внимания а вот из зарубежной зарубежной сцены мелодия ритм зарубежной эстрады музыкальные песни да ну из зарубежной западной американский европейский вот кто ты вот слушаешь смотришь и прям не могу меня разрывает огромная индустрия я даже не знаю сейчас очень долго могу перечислять все равно же вот таких ярких звезд которые на сцене там ну лет десять уже кто плеере у тебя их не так много да в иностранной индустрии да но не знаю нет почему ну бронемарс как бы сколько мне кажется лет 15 человек уже точно ну действие точно да абсолютно да бейонса эд ширан мне кажется потенциально может очень долго продержаться адель сэм смит насколько долго уже держится вот как раз мне кажется там за рубежом индустрия такая стабильная в этом плане и музыкальных монстров скажем так можно прочитать реально долго а если сейчас еще углубиться в историю иностранной музыки вспомнить таких как рэй чарльз джеймс браун и прочих ну да да скажи пожалуйста а вот это так говорил как то потому что там все стабильно что там все так вот такая величина а ты не хочешь нас бросить и туда как-то уйти ну то есть писать песни на английском на испанском потому что у тебя же вот знание это навыки есть в иностранную иностранную индустрию да нет нет я никогда не думал об этом ну как автору наверное мне всегда было интересно именно с точки зрения текста русского текста передавать свои мысли через песни как бы я вдохновлялся всегда русскими поэтами и абсолютно считаю что это вот мое то что мне приносит в первую очередь удовольствие потому что все начинается любая профессия начинается в первую очередь с удовольствия и вдохновляет меня именно русская литература поэтому нет пока мыслей передвигаться на что-то иностранное не было слушай а твои биографы они же нам указали что ты очень хочешь сыграть какого-то русского поэта в каком-нибудь вот таком серьезном фильме драме а ну кого 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 еще не сыграли то у нас ну подожди ну не знаю кого ну блока мне кажется блока можно было бы ну как то вот когда когда я задавался этим вопросом хотя этот факт он такой уже достаточно давний но когда я задался этим вопросом для себя у меня в первую очередь возникали сергей есенин или александр блок но вот да что такое с есенин был фильм и не один с блоком я не помню на самом вот ты можешь стать в этом плане первооткрывателем между прочим а он такой же был как бы в общем-то романтичная натура на самом деле тонкая есенин был более любвеобильным чем блок я просто ходила в музей блока если вообще был веселеньким человеком веселеньким да веселеньким ну его уже сыграли ладно значит будем играть блока и еще я знаю что то очень хочешь выступить в мюзикле прям было такое да был такой момент ну собственно просто были да мюзиклы которые меня вдохновили в какой-то момент это поющий подождем потрясающий просто мюзикл я с детства ходил на самом деле на мюзиклы с семьей и друзьями кэтс потрясающий мюзикл замечательный ты на кастинге ты хочешь или ты дома где-то сидишь и просто хочешь вот вообще не про меня вообще не про меня вот дома сидишь и хочешь их уху да потому что с 15 лет собственно у меня все началось с хождения по кастингам с 15 лет я постоянно посещал посещал какие-то кастинги и как раз пи первое это моя как бы ступенька была именно актерская попал в актерскую команду и работал с ребятами которые занимаются актерами и именно поэтому существуют как бы мысли про мюзиклы потому что это была моя первая попытка во что-то актерское внедрите музыку а вот то есть мне действительно было это интересно совмещать я ходил на актерские курсы но самое то интересное что именно мое попадание в актерскую стезю в итоге раскрыла песню которая сейчас в какой-то степени является одним из самых таких ярких хитов то есть песня которая сейчас называется выше только звезды с ней я прошел свой первый кастинг это был кастинг на это был актерский конкурс лаборатория с я получил презрительских симпатий ну круто уже результат вполне себе да очень неплохой и в дальнейшем просто сингл выше только звезды уже вышел под продюсерским центром ребята вы удивитесь конечно у нас осталось 20 секунд а можно говорить и говорить по поводу мюзикл быстро хочу сказать для тебя это мне кажется оптимальный вариант потому что и артист актер да и и музыкант да все в одном мы желаем больших успехов приходи там из презентации клипа из презентации альбома не выговорился это был даниил даниилевский большое спасибо до встречи пока пока пока